Тогда, в 10-м, в Свеженькой сгорело более двух десятков домов. Погибли люди. Старушки оборонялись от пожара, обнося жилища иконами. Пожарным негде было взять воду. Обо всем этом писали, обо всем этом люди помнят. Да и не забывается гибельное время никогда. И вот снова напасть. В этот раз эксперты сообщили, что причина пожара – короткое замыкание. А сгорело аж 30 домов. Роковая случайность и сильный ветер. А дома словно коровь языком слезнуло. В этот раз Свеженькую спасали куда как активно. Огнеборцы, САСовский пожарный поезд, вертолеты, самолет. Рязанский губернатор поручил провести тщательное расследование пожара, установить количество пострадавших, определить меры поддержки. Конечно, сейчас надо, образно говоря, держать командную руку на пожарном пульсе. Но что делать с поджигателями сухой травы, которые по-настоящему становятся угрозой региональной безопасности? Этого никто не знает. И штрафы установлены серьезные, и прочая суровая ответственность. Но горит трава, да и точка, а за ней вот-вот запылает и все вокруг. В деревне Свеженькой роковая случайность выкосила три десятка домов. А сколько беды могут принести бессмысленные поджоги травы, и сказать невозможно.